всем здарова ребят ну что решил я сделать сегодня интересный такой видосик в плане обзора обновлений за 2019 год посмотреть что хорошего что плохого у нас получилось спасибо владу грубые кастал клеш инфо с телеграм-канала за некоторую инфу в общем поехали потому что я не хочу затягивать видос делать его длинным я вкратце начиная с нового года расскажу какие плюсы и какие минусы от 1 у нас остались и перешли что актуально что не актуальной потом в итоге подведем большой жирный . вот так вот поехали открываю дисплей это наше первое обновление январское обновление что мы в нем имеем имеем новую волну испытания смотрителя которые на сегодня так я скажу 50 на 50 а в основном там донаты в топе это и так понятно без донатом там ловить не клин волна джей которую многие до сих пор не могут пройти как ни странно я не знаю с выходом уже косма дальше ее начали проходить многие еще даже ее не зафармили насколько я знаю стиле добавили это донатная хрень заточена на донат да сейчас есть возможность собирать и бездоном поэтому это такое знаете тоже как и волна джей скажем ни туда ни сюда испытания смотрителя тоже ни туда ни сюда новый талант подашка талант классный однозначно плюс вот это самый наверное жирный плюс это и обнова трифит герой никакой не актуален нафиг не нужен роза однозначно до донатный герой на некоторых серваках есть возможность его собрать без доната герой хороший однозначно плюс то есть плюс минус больше скажем так скажем такая нейтральная обнова новый питомец феник который на сегодня тоже уже не актуален но я буду сравнивать с тем что на сегодня актуально что не актуально чтобы просто посмотреть как они делают обновление с какой стратегии то есть что они делал сделали завод и что они убили то есть испытание осмотра ну я не знаю я считаю то ни о чем волна от же это как бы нормальное явление продвижение игры стиль здания чисто донатная хрень ну я сразу ставлю за это минус ну потому что большинство без донатов ну то что можно получить без нато скажем так это и плюс то есть нейтрально талант в принципе плюсик хороший талант не дисбалансные реально классный и нужны в некоторых моментах трифит однозначно минусом на сегодня не актуален роза актуально плюс то есть такое феник не актуален на сегодня как по мне потому что есть супер паты я вообще обычных питомцев хрен использую единственное на битву гильдии кого-то беру все остальное стоят супер паты и мутанты нафиг не надо дальше интерфейс 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 самый большой плюс этой обновы то что они увеличили накопления до 50 к но можно было бы сразу сделать то там до миллиона просто сделать почему этого нельзя сделать до сих пор мы страдаем но я имею ввиду донатами некоторые без дна ты кстати тоже набивают в некоторых и темах перри лимиты и это однозначно минус почему нельзя сделать сразу же максималку там либо не ограничены в чем в чем проблема чему она мешает и чему я считаю в общем плюсы это явно это увеличение интерфейса облики там и все остальное я не считаю один хороший герой это роза то есть два плюса и талантик 3 все остальное честно говоря такое себя на сегодня не знаю ну а джей волну до сих пор многие не могут пройти следующая обнова у нас это вторая была открыта 8 кошмар к ну если посмотреть продвижение игры в принципе это плюс но она бестолковая наверное точно так же как и прохождение волн потому что плюха разница в плюх вообще никакая без донатом восьмую пармить сложно но ее закончить там на 3 звезды некоторые сделали это можно было сделать с багами за имением определенных героев тоже можно пройти донатом это все на изи проходится но локация на сегодня как и все кошмарки просто не актуально она не интересна и них на там делать нету ты ее зафармил и там пропускаешь без донаты могут пропускать но с таким успехом можно просто семерку зафармить и разница если брать сейчас я гляну кошмар к 7 0 110 8 0116 на 6 кг-шик ребят 6 кг-шик что такое 6 кг-шик вы сейчас в любой акции просто получаете вот такого вот слизняка и там 6000 вот представьте 6 кг-шик тысячу раз вы можете пропустить то есть там грубо говоря один этот слизень перекрывает вот там у плюс-минус пропусков подземок ваших то есть ну привет я считаю то есть не актуально эта локация просто влазь но она за собой ничего не несет если там первая вторая эволюция требует какие-то огни то дальше ни хрена это все нафиг не надо то есть вы доходите до определенного уровня все дальше но это все бессмысленно просто получать опыт единственное то я не знаю многие от на это уже забили потому что есть одна книга которая даст намного больше вам опыта вот книга любая ну это фиолетовый изначально вот это 2 миллиона опыта у вас на этой подземке нифига себе экспишка 202 к 10 одна книга цепи блять почему и нет ну нормально я считаю хорошо я согласен пусть будут ну опять же кто их может пройти либо те кто с багом смогли пройти либо те кто имеют очень хорошие прокачки с бездонатами давно играет но таких наверное единицы осталось по большому счету а ну нафиг не надо проще книга метафарми час книг падает с разных локаций откуда хочешь тес нету проблем с ресурсами в игре то есть локации на сегодня которые они сделали то же самая волна да если сравнить аджей волна 140 это 160 это не о чем вообще то есть она бессмысленно фарм ее трата ресурсов на нее там усилий но чисто ради интереса но интереса наверно ни у кого нету сидеть задротствовать сутками и ни хрена не сделать потому что надо определенные герои ну в общем такая вот одна обнова была у нас то есть плюсы с этим с этой обновы ну я не знаю наверно самая топовая но потому что здесь у нас не добавили его еще улучшена проверка будет битвы испытания визуальные эффекты но это все такое ну что к обновлению скажем так особо там интерфейс это все это не игровой процесс то есть она вам как-то так она не играет на мой интерес к игре то есть там будет розочка там будет еще какая-то хрень мне честно говоря насрать мне главное сам интерес и игровой процесс ну такое то есть обновление относительно скажем так можно пропустить как и предыдущие то есть еще терпимо было а теперь у нас самое интересное мы начнем с телеги вот телега мои и поехали поехали пройдемся по основным обновлением третье обновление максимальный прорыв это самая дичь что могла было быть и который мы готовились и будем готовиться дальше будет улучшение до 40 до 50 это дичь это убило вообще вело жесткий дисбаланс и и наверное половина игроков просто сразу ушла забила потому что все прекрасно понимают что без донатом это сложно качать да можно прокачать без донату до 30 в зависимости от сервака это все все дело круто но все равно вы не нафармите там 10 20 героев 30 прорыва за год это сто процентов без доната даже с донатом многие не могут его прокачать толком как надо героем надо дофига вы их все время выпускаете выпускаете таланты и вот это вот хрень это жесткий дисбаланс был ему в принципе и дальше будет добавлены новые облики опять донатная хрень нафиг не нужно добавлен косма вот это обнове я считаю это однозначно плюс добавлен герой который на сегодня актуален на пвп локациях пве локациях для волн для многих на архидемоне то есть это однозначно плюс этой обновы был самый большой остальное все просто если посмотреть срань полная облик но облики я не буду трогать трогать камни пламени на складе они нам обещали что они подешевеют но они бля таки стоят по 400 кулаков где почему не поменяли но это нереально просто для без доната там 2000 камней там 3000 камней это просто сколько надо ему фармить локации чтобы набить там этих пару камней но бессмысленно и тут же вы даете эти камни за разные там плюхи тысячу камней даете да там замка владелец тысячу камней то блин тысячи камней извините меня это 400 к до 400 а а по-моему 400 к 400 к кулаков 4 тысячи 40 400 да ну то есть логики вообще никакой нет дисбаланс жесткий изменены награды это скажем плюс но это не радует потому что локации атака фортов убита битва гильдий убита ковка рун ну я не знаю вообще бессмысленно у меня куча раньше рун было это все дело собирал и блять в каждую обнову они пихают сейчас десятые продают нахрена мне фармить восьмерки было потом девятки блять по 300 по 400 штук а потом вы выпускаете на следующую обнову девятки а потом на следующую десятки готовы и все ресурсы которые я получал они просто в срак уйдут особенно красные камни их надо дохрена для прорыва вот нафига так делать но все обесценили просто тупо ну я не знаю это просто самая дичайшая тема битвы замков то что выходит герой сегодня он стоит 100 200 500 баксов застан стоит 5 баксов и ты понимаешь что нахрен его брать за 500 ты ждешь за 5 и потом на следующую обнову выходит новая имба это твой герой не актуально ты понимаешь нахрена вообще донатить потому что все что ты купил раньше она вообще обесценили обесценилилась в ноль логике вот реально нахрена нам штамповать каждую обнову один от каждого героя по два героя нахрена они нужны сделайте блять одного нормального и героя там несколько посадь сори ребят уже заказать закашлялся просто поставьте его за там не знаю штуку баксов накопления как минотавр и пусть люди к нему двигаются и не меняете цену нахрена вы ее меняете из-за того что вы хотите получить побольше вы видите что блять первый день вам кинули там дохрена бабла 2 уже не кидают надо его обесценить на 3 еще меньше еще меньше итоге дошло до того что они просто сейчас пихают рекламу потому что люди ушли из этой хрени то есть многие донаты просто ушли из-за того что мы бессмысленно поехали дальше может я что-то пропущу но я самое основное буду выбирать уведомление максимально ну в общем такое четвертая обнова ребят сумма бонусов атрибутов героя это все интерфайс это все не интересно скажем так мало кто смотрит туда заходит честно скажу я даже делаю обзоры на герою я мало обращаю на это внимание мне насрать неважно герой тащит или нет они сколько у него там жизни 200 300 500 к сейчас мне главное просто чтобы он жил эти подсчеты но это все визуализация но я считаю это не относится к обнови никак можете это сделать и тихонько промолчать сделайте лучше чуть-чуть что-то толковое поехали дальше функция воскресить всех героев в алтаре ну тесно скажу принципе нормальная тема для многих локаций мы ко мне привыкли вот это однозначно плюс можно создать и сохранить до трех команд в командном подземелье ну я думаю много кто-то не меняете не создает одну все делают и на этом забываем так облики понятно герой землеройка еще один топовый герой на сегодня актуален да какие косма землеройка реально тащит пвп локации парк локации многие то есть это однозначно да против фрей супер герой однозначно плюс этой обновы был новые облики новый питомец пасхальный зайчик для битвы гильдии один из топовых героев питомцев точнее это тоже плюс я считаю он до сих пор актуален и особенно на подземке тоже классный на восьмые побегал с роли нам с багом без доната те знают в принципе новый талант маскировка на сегодня этот талант ну я не знаю многие пишут вот у меня с маской фрейта щит там тащит там тащит ребят все зависит от противника и от вашего топа я просто это все тестировал и показывал маскировка полное говно если разобраться она риг единственная где она тащит когда у вас максимально прокачанный герой как вот я попадаю в запределе на зефиров которые имеют для 30 миллионов жизни и 10 миллионов это у него получается включается маскировка вот тогда маскировка классная когда у героя много жизни она включается у него есть запас здоровья но она блокируется то есть все зависит от того героя если у него молчанка в большинстве случаев иммунитет их матча молчание имеет только донатные герои то есть и эти донатные игровой например зефир он имеет ограничение там ну то есть этот талант блокируется в большинстве случаев и не актуально даже на те же самые сифиры с маскировками тоже сливаются очень просто еще с мэри допустим нехороший дома если брать уже игрок против игрока ну не особо это кайфовая тема плюс убивается очень быстро ну я считаю это не плюс на свое время скажем так на момент обновы это был плюс на сегодня это не о чем для меня талант и для многих думаю тоже потому что все прекрасно видят как герои начали сливаться с этой обновы то есть по сути с этой обновы землеройка плюс какого больше ничего следующее обновы у нас было так это какой у нас был 4 где-то мы пропустили а это мы в быка поехали в к глянем это пятый пятый обнова пятый обнова новая локация дозор я уже даже не помню что это за локация честно говоря вот вспомнить дозор 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 по странам войска но эту тему принципе очень классно для волны то я считаю даже плюс вы знаете что зачастую меня когда я проходил волны это забывал делать то есть немножко как по мне это коряло сделано порядок высадки героев на бой плюс новые облики насрать новые облики для зданий насрать новые уровни судьбы прокачка это у нас был одиннадцатый двенадцатый тринадцатый скил если я не ошибаюсь тоже полный трэш кто с без донатов дошел до 14 скилла или 13 единицы почему потому что надо определенное количество героев определенную судьбу даже я качал вот себе четырнадцатые скиллы у себя на основе на английском сервере я не смог качнуть потому что у меня какой-то долбаный там я не помню три тонны или кто там был или алхимик был недокачанный по лаву мне не хватало стоачей я не смог качнуть 14 скилл так это у меня все на максималке а что без донаты они что все по максимуму прокачивают ну то есть это тоже одна из дичайших я считаю ошибок можно было это как-то сделать по другому а сейчас это 13 а сейчас уже 14 ребят свален ну такое не туда не сюда скажем так нейтрально новый талант огонь жизни ну в свое время он натворил чудес на роли не так ну скажем так ну я его не использую но в любом случае лучше чем стойкость но он не особо там и актуален в некоторых случаях актуален но это не имбовый талант который сейчас востребованы но как вариант плюс-минус чара сска вот это вот самая тема была и она до сих пор остается плюсом для многих героев это однозначно офигенная чара и принципе это плюс ограды квестов командные подземелья командные пришествия блин дозор что-то вылетело у меня что это такое напишите потом в комментах я уже даже все локации толком не знаю как они называются на русском потому что играем на английском максимум славина аккаунта то есть увеличенное количество кулаков есть есть плюсы я не буду все перечислять основное такое выбирая карта богатство ошибка облики максимальное количество лотарей то есть ошибок они принципе исправляют дофига но они не делают самое основное сам геймплей награды для боссов королевской битвы это тоже своего рода плюс ну такое знаете обновление принципе я даже засчитаю его в плюс нету ничего такого имбалансного это у нас был какой пятый месяц если не ошибаюсь поехали дальше шестой месяц зал славы это у нас добавили как раз типа по 3 этих который нифига по сути не дает он мне ни хрена не дает я вот стою там просто меня видят что я вот там типа топ один и все и получает плюхи а мне то что с этого дайте нам какие-то плюхи если вы уже сделали этот зал славы хотя бы кита плюшки присылайте за первые места тогда будет какой-то интерес вообще у людей продвигаться куда-то это все хрень это такое страница загрузки эмблемы девятого уровня это у нас был шестой месяц и тут ты понимаешь что все восьмерки которые ты копил собирал ты их можешь сделать ты делаешь девятки а их продают уже готовы и ты понимаешь глядя на хера их 100 каковал если можно сразу же получить девятку айджи логика вот супер это все очень просто делается это все добавляется сейчас этой сранену столько просто нереально дальше зефир ну это скажем так донатный герой который на сегодня наверное один из самых актуальных у них самых актуальны наверное самых актуальных потому что он самый универсальный он офигенный он донатный и его они обесценили и он стоит сейчас уже намного дешевле его намного проще собрать он им балансный был и остается в свое время потому что у него специфические таланты там иммунитета отражалки я не буду этого рассказывать но это тоже им ну скажем так им балансный герой который тоже дисбаланс вел в игру принципе это нормально это донатный герой который с которого они получают бабло скажем так его можно собрать на некоторых серваках уже без доната но опять же ты его покупаешь за 15 паков через полгода он стоит для 10 баксов ребята но я понимаю что я полгода поиграл но в чем проблема сделать его стабильным хотя бы чтобы он не так дешевел сделайте блин героя держите на него цену у людей будет интерес и будут желание его получить а так ты его получаешь он обесценивается на следующий вы выпускаете новую бу этот герой в сраку не ну не всрался вообще и вы кричите что все гуд мы все делаем мы прислушиваемся к меню так вы нихрена не делаете с того что вас просят ну в общем ладно не буду бомбить я просто называю вам плюсы минусы друга ну принципе актуальным актуальный питомец но опять же супер батами можно намного лучше набрать намного больше набор на прибавка героя актуальность будет намного выше но он тоже классный питомец это пусть будет плюс так навык питомца улучшение замка гильдии подарки гильдии а дозор это по-моему локация гильдийская там где мы качаем этих стражи если я не ошибаюсь вот и вспомнил ну как по мне это вообще бредовая локация туда даже не захожу королевская забытое отображаться общем по сути с этой обновы вот реально что классный зефир 9 эмблемы которые просто убили желание фармить эмблемы навсегда у меня потому что я понимаю что следующие обновы можно просто девятки собирать ну как и многие то есть те кто играет самого начала и донатит по сравнению с теми кто пришел в игру там через месяц через два вообще никто просто будут вот и все вот так это называю так поехали дальше 7 месяц новый игровой режим blitz турнир ну режим классный куча плюх дешевый реально за свою стоимость все супер ну блять сделайте возможность без донату каждый день фармить по 50 ловилов они блин каждый раз до 40 а дальше он нифига не может получить почему не сделать до 50 в чем проблема вам жалко или что там же не совсем особо топовые плюхи пусть люди фармят некоторые фармят это сутками пусть будет возможность полностью фармить чудо 40 делать то они же не забирают донатные плюхи но вот так вот поехали дальше оккультист это имба и актуален герой это однозначно плюс описание навыка так дальше пальц клинков этот тоже самое опера что маскировка нет у вас уклонение не качайте его он не будет актуален не будет работать на многие пищат и кричат он классный все супер ну я не знаю может для кого-то супер но он не актуален даже для донатов бессмысленных некоторых случаях у просто нету смысла его качать новые чары обряд лечения тоже классная чарка какие соска то есть видите в этом году выпустили у нас две чары если они ошибаюсь не больше уже выпустили каких 2 то есть это было топовый чар так это в принципе плюс вас клинков ни о чем парящий остров кстати парящий острове что такие не помню с какого момента добавили ну ладно это нормальная тема но его тоже потеряли в итоге с этим все поехали дальше восьмой месяц то я так буду полгода рассказывать вам решение системы снаряжения высшие созвездия и бонусы созвездий ну о чем это говорит думаю вы знаете это еще один дикий жесткий дисбаланс который просто бешеный до карточки дают а возможность без доната есть но блять вы 6 созвездий и тут два созвездия которые дают больше чем 6 ну ну куда вот объясните куда вот в чем в чем прикол я понимаю что это типа круто это для доната но дисбаланс то какой блин два созвездия и 6 и вы блять делаете такие герои в итоге по которым без доната ну просто попасть не могут 20к уклонения и они сидят и просто смотрят что же будет дальше 10 таланты ну без комментариев думаю вы и так все прекрасно поняли тоже полный бред полный бред новый уровень командное подземелье и одинокое море разлом отчаянное ну принципе относительно классная локация и есть возможность фарма это однозначно радует но надо опять же в большинстве случаев без доната не все имеют определенный герой они не могут нормально это фарм хотя бы через раз многие до сих пор не могут фармить локация классно это однозначно плюс побос ну это топовый герой я считаю это плюс для по локаций тема классные он бездонатный дальше облики изменения королевская битва улучшены награды ну вроде все как бы круто но ребята кто фармит королевскую битву на сегодня вот я думаю наверное единицы я когда-то ее качал до 30 лавала я просто понял что ну его нафиг у меня до сих пор она первого лавала вот первого лавала я вообще мне и не хожу и не буду ходить пока потому что она бессмысленно это все поехали дальше так все у нас уже музычка даже устала еще немножко ребята так количество попыток подземках но это все такое дальше у нас пошел 9 месяц 9 месяц королева вас бесполезный герой без понтовый герой нафиг не нужен дуэлянт его можно собрать донатные герои которые 5 его собирали под дохрена 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 бабла я сам мне он самому нравился сейчас его можно собрать спокойно без доната и сейчас он стоит вообще копейки на не вот на этом на турецком и на индонезийском его можно было осколками по половине собрать как минимум ну то есть не буду говорить вы сами все понимаете суперсила импа талант для героям на домах для тыквы в принципе плюс и это все будет ребята это все потом делает дичайший дисбаланс и вот начинается новый супер питомец волчонок жесткий дисбаланс я даже не буду соком жесткий дисбаланс питомцами новые типы кластов титула но это все такое облики героев такое море 2 и разлом отчаяния 2 ну однозначно принципе как бы нормально но если разобраться опять же там в основном донаты сидят но плюхи оттуда можно получить прочие как бы многие фармят вот эта локация еще кстати до сих пор многие фармят собрать оттуда ресурсы можно хорошие командная королевская битва награды награды в общем улучшают награды но они все равно это бессмысленные просто награды 10 месяц скиталец не актуален на сегодня кровавая мэри донатный герой актуален против во многих героев имбалансной тоже сливается очень круто стоило дохрена бабла сейчас она стоит меньше чем пол пока один питомец тут говорю питомец один хороший игрой 2 говно полные ненужные тихая крути полные говно тоже ненужный талант питомцы мудрые львица пути ну супер под имбалансный летучая мышь такой я не знаю опять же она по моему если не ошибается наш нас задано собиралась пусть многих ее нету магазин перков этих перков только есть донатов для бездоната там хер кто что соберет нормально тонко но это такое эмблема 10 уровня ну комикс просто облики до 20 уровня еще один пиздец пришел уровень а к в это все прекрасно знаете я вам за это все показывал очень много всего в общем девятый месяц это просто одно обново вообще как по мне чисто куча всякой сраней и ни хрена толкового не сделал это был девятый месяц не 10 11 месяц бард на сегодня имбалансный миша ну такое бездонатный принципе в некоторых ситуациях он нужен дает стан нормально его дали возможность нормально собрать принципе плюс новые чары херня полная бесполезные нафига вы их добавляете кто их куда будет ставить но вы вот играете в эту игру но хотя бы подумайте логически то вот это вот срань будет ставить особенно с донатом никто с бездонатов они его вообще ставить не будут потому что этот герой это против героя ну это бред крокодил дисбаланс облики максимальный уровень судьбы 14 скилл тоже дичь полная титул и новые но я не буду говорить вы сами все поняли за предельно которые новая локация которая похерена и последнее наше обновление за которые даже ничего говорить не буду это полный бред полная дичь она была неправильным не не полноценным вообще нихрена не сделали намутили кучей всякой сране и талант имбалансный одного которая по сути окончательно поставила 2019 году крестик на игре для многих и которых и из-за чего многих бомбит итоги что мы имеем если взять в целом где-то с начала 2019 года они начали делать просто обновление которые просто бесполезные для донатов для бездоната водится куча героев половина героев не актуальны они нафиг не нужны хотя у нас есть куча старых героев которые тоже не актуальны сделайте ренимируйте их водится 13 14 9 10 таланты водится куча чар бесполезных водятся супер питомцы бесполезны водится куча локаций бесполезных в общем все что они делают она никак не улучшает игру вообще никак она только убивает интерес у всех у донатов и без донатов ну то есть просто убивает все обновления сделаны чисто целенаправленно надо на по два героя выпускают по два таланта по прокачкам потому 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 просто уже дошло до того что люди просто плются и это бред вот пока и джи я не знаю они хотя чё задумываются реклама в проекте за столько времени уже показывает то что они не получают уже финансов столько сколько они получали это раньше потому что люди уходят ну в общем тут нюансов очень много я вам просто показал 2019 год что у нас появилась поменялось и наверно 90 процентов с этих обновлений за этот год их было 12 просто не о чем если взять в целом в общем вроде добавили дофига всего но с локацией вот куда бы я сейчас не зашел у себя на аккаунте рейды не фармлю подземки не фармлю они не актуальны я их по проходил арена экспедиция не актуальны этот пустошка угол говорю пустоши руины или песочница короче и важно не актуально архидемон поменяли награды опять же в топе сидят все топ донаты для бездоната вы говорил надо сделать здесь перепривязку не актуально я вообще забыл за эту локацию за колизей лабиринт тоже я вам показывал бред полный идем дальше за предельно даже комментировать не буду все прекрасно знают то что обещали сделали к башка ну я не знаю там командные лаватами все остальное без донаты фармят ребята фармят молодцы потому что надо развивать аккаунт я забил в общем для меня не интересно это все почему потому что я закажу в алтарь и у меня это все есть вы не делаете нихрена толкового интересного для меня как для доната и для без доната вы тоже нифига не делаете вы делаете локации которую большинстве случаев не может просто даже пройти и в итоге получается и одним неинтересно и вторым неинтересно все просто разбегаются и джи просто пилит об новую сует рекламу в общем не знаю я не буду рассказывать я вам просто показал что у нас изменилось за 2019 год я надеюсь что в 2020 у нас будут какие-то позитивные изменения посмотрим начало года если нет думаю вы все знаете куда мы перейдем мы перейдем просто майнкрафт и будем нагибать битву замков в общем вот так вот пишите коменты что вы думаете ставьте лайки всех наступающим всем удачи всем пока